На предстоящих выборах в Государственную Думу на территории Карачао-Черкесии видеонаблюдение будет установлено на всех 249 избирательных участках, из которых на 103 оно будет вестись в режиме онлайн, транслируя происходящее в региональный общественный штаб по наблюдению за выборами при Общественной Палате Карачао-Черкесской Республики. Изображения, поступающие с видеокамер, смогут посмотреть все участники выборов, кандидаты, участвующие в выборах политические партии, наблюдатели и члены избирательных комиссий. Оснастят видеорегистраторами и остальные пункты проведения голосования. Там будет вестись запись всего процесса избирательной кампании. Причем на каждом участке будет работать сразу две камеры, чтобы под наблюдение попало все. Места выдачи бюллетеней, стационары для голосования, КАИБы, их на территории Карачао-Черкесии будет 44, сейфы для хранения документации, места, где перемещают бюллетени из ящиков в сейф-пакеты. Ни одного участка без видео мы не оставляем. Любой избиратель может запросить результаты видеонаблюдения, посмотреть, убедиться в том, что выборы прошли прозрачно, объективно. Социология показывает, что видеотрансляция и видеофиксация это всегда такой дополнительный, очень серьезный фактор, который вызывает доверие к выборам и позволяет их сделать менее конфликтными. Ну а так как голосование будет проходить на протяжении трех дней, то и видеонаблюдение будет работать непрерывно. От первого опущенного в ящик для голосования бюллетеня до ввода протоколов об итогах голосования в специальную систему. Словом, оно будет круглосуточным и продлится более 60 часов. Эксперты убеждены, что данная мера поможет сделать избирательный процесс честным и прозрачным, причем для всех его участников. Процесс видеонаблюдения на участках, он как раз таки будет нацелен на то, чтобы избежать вот этих манипуляций, о которых говорят противники предстоящих выборов, предположим, которые говорят о том, что все будет непрозрачно, преднамеренно, надуманно. Я думаю, что нет, что все. И вот это вот количество подготовленных наблюдателей, которых в два с половиной раза больше, чем в предыдущих выборах. И процесс видеонаблюдения нацелен на то, чтобы ориентировать наших потенциальных избирателей к их готовности к прозрачным и легитимным выборам. Кроме того, эксперты уверены, что сегодня в век цифровизации невозможно представить одно из самых важных общественно-политических событий страны без применения таких технологий, как видеонаблюдение на выборах. Акцент на видеонаблюдении, на мой взгляд, как политолога, связан в первую очередь с определенной ярко выраженной тенденцией цифровизации нашей страны, о которой говорил в своем послании к Федеральному собранию наш президент Владимир Владимирович Путин, который нацелил всю страну на необходимость цифровизации всех процессов. И я думаю, что политического процесса, центральным вопросом которого является выборный процесс, и его тоже. В целом по стране за ходом избирательной кампании, которая будет проходить с 19 по 21 сентября, будет следить более 100 тысяч камер, а это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах, и охватят они более 80% всех избирателей. В несколько раз больше будет и самих наблюдателей. Только на территории Карачао-Черкесии их 518 человек. А еще будут созданы мобильные группы, которые оперативно будут реагировать на конфликтные ситуации, выезжая на места. Словом, предстоящую избирательную кампанию можно назвать беспрецедентной.